Вечер колокольного звона начинается с акафиста, одного из видов церковных гимнов. В переводе с греческого – неседальная песнь. Обращение Господу через молитву, торжественную хвалебную песню – древняя православная традиция, которая актуальна во все времена. Особенность праздника – в ремесле звонарей. Колокольный звон – это особая молитва. Это молитва действительно не словами, а звоном, который люди выражают игрой. Эта молитва очень драгоценна, потому что ее не только наши слова, но и эту молитву слышит Господь. И очень радостно, что в нашем городе, Бобруйске, эта молитва звучит. Голос церкви. Благостные звуки из колокольни завораживают. Мастерство демонстрируют звонари из разных храмов Бобруйска и поселка Гатова. Верующих здесь радует не только проникновенным звоном, но и удивительной историей колокольного искусства. Для меня тут сложности нет. Для меня это, наоборот, какое-то удовольствие и такая-то благодать Божья. И есть такое выражение, что не мы звоним, а нами звонят. Потому что, когда человек слушает колокольный звон, вот я вижу часто, человек останавливается, и он поднимает голову в небо. И вот этот момент очень похож на единение такой молитвы. Во дворе храма в честь иконы Божьей Матери Целительница многолюдна. Жители и гости города наслаждаются трепетной атмосферой и концертной программой. На сцене гомельский скрипичный дуэт «Клён» и мужской хор Всехсвятский под руководством регента Дмитрия Токмакова, вместе с которым все присутствующие исполняют песню «Малиновый звон». В прошлом году мы также были на этом празднике. С удовольствием отдыхаем душой, слушаем прекрасный звон колоколов. На душе просто праздник. И колокольный звон, он же лечит не только сердце, душу и всё-всё. И вот у меня сегодня как раз день рождения, и так получилось, что именно в этот день такой духовный подарок. Получили огромное удовольствие. Вообще такие вечера, они благостно сказываются на общем состоянии. И людям здесь находиться очень-очень приятно. Спасибо всем, кто в это вкладывается. Помимо музыки для души, посетителям сладкая ярмарка, горячий чай, участникам дипломы. Вечер колокольного звона проводится в Бобруйске во второй раз. И с каждым годом любовь к молитве в бронзе только крепчает в сердцах. Елизавета Липеева, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.